Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. В школе села Голицыно завершат ремонт спортзала, а в самом селе появится автобусная остановка. Об этом шла речь на сходе граждан. В зимнем спустя век снова многолюдно. Но и зимний не тот, и время другое. В Сочи отметили столетие Октябрьской революции. Кто основал Армавир и кого назвали Северными Амурами, Сочи присоединился к большому этнографическому диктанту. В воскресенье по улицам Сочи пробегут 4000 человек. Марафон внесет коррективы в схему дорожного движения. В краевой администрации новые кадровые назначения. Департамент информатизации и связи возглавил Евгений Юшков. Такое распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Новый руководитель ведомства родился в республике Хакасия. Окончил Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности электронное машиностроение. Второе образование маркетолога получил в Красноярском торгово-экономическом институте. С января прошлого года Евгений Юшков был заместителем руководителя краевого департамента информатизации. Также известно, что он был награжден медалью за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени. Новый спортивный комплекс появится в поселке Ильске. К строительству приступят в следующем году. Такое распоряжение дал губернатор Краснодарского края. На приеме граждан Юлия Устинова рассказала Вениамину Кондратьеву о том, в каких условиях дети сейчас тренируются в здании частной спортшколы. На данном этапе даже в спортивной школе, которую мы арендуем, у нас нет газа. Дети занимаются сейчас в холодной школе. Идет зима. Муниципального спортивного комплекса в поселке нет, а владельцы нынешнего помещения постоянно поднимают арендную плату. Вениамин Кондратьев поручил главе Северского района разработать проект нового тренировочного комплекса. Завершайте экспертизу, и мы дополнительно включим в ваш спортивный комплекс финансирования. Мы постараемся сделать так, чтобы вам добавили деньги на ваш комплекс, и чтобы вы все-таки в следующем году начали его строительство. Мы сегодня все вместе, неважно, бизнес большой, мало отвечаем за социальную стабильность в районе. Все вместе отвечаем. А вот в Славянске-на-Кубане с 2012 года на улице Средней не могут провести освещение. Об этом главе региона рассказала Антонина Титшина. Как оказалось, стоить все работы будут не больше 150 тысяч рублей. Но на протяжении пяти лет местные власти так и не смогли найти такую сумму, чтобы сделать уличное освещение. Вопрос нужно решать системно, комплексно. Но свет – это самое необходимое, в том числе, как и наравне со школами, детскими садами. Вы же реально местные органы власти. Вы на этой местной органы власти, чтобы на месте понимать, где проблема, где она уже явно перезревшая. Обещаю, что в первом квартале 2018 года эта работа будет выполнена силами муниципального образования Славянского района. Я не сомневаюсь, что она будет выполнена. Но вы посмотрите, это похожие улицы в славянском поселении, городском. И вот насколько там все-таки нужно обратить внимание на освещение на других улицах, представители которых не дошли до губернатора. У нас приоритет, в первую очередь, комфорт жизни людей. А когда она бредет в потемках, неважно в какой улице, на какой улице она живет, то, конечно, цивилизация где-то только с экрана телевизора. Жители нашего края достойны большего. Почти все вопросы, с которыми жители края пришли на прием к Вениамину Кондратьеву, касались жилищно-коммунального хозяйства. Так, на улице 40 лет Победы в Курганинске после поручения губернатора проведут водопровод. А в селе Суворовское у Слабинского района ведут в эксплуатацию газовые сети. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В школе села Галицыно завершат ремонт спортзала, а в самом селе появится автобусная остановка. С этими просьбами жители обратились к главе Сочи на сходе граждан. В Галицыно живут чуть более тысячи человек. Это 150 дворов. В школе всего 126 учеников. Самое большое помещение – кабинет математики. В нем и прошла встреча главы с местными жителями. Мэр осмотрел незаконченный ремонт школьного спортзала и распорядился выделить средства на завершение работ. Отремонтируют здесь и дороги. Их внесли в план на следующий год. В 2018-м на обновление сочинских трасс из краевого бюджета будет выделен миллиард рублей. В следующем же году будут спроектированы подпорные стены на улице Буденовской и дорога на хутор Чкаловский. Но вот освещение вдоль дорог и заодно работа главы сельского округа заслужили критику мэра. По дороге три фонаря не горит тут. Хотя это нелегкое дело было сделать здесь фонари, дорогу сделать. Но мы нашли возможности бюджета и нашли предпринимателей, которые сделали. И когда хозяин здесь есть, этот хозяин должен за этим следить. Уж лампочки вкручивать, это не надо главу города приглашать, правда? Одно из обращений – сделать остановку на повороте в Голицыно. Автобусы там по просьбам пассажиров останавливаются, а транснадзор водителей за это наказывает. Чтобы узаконить и установить там остановочный павильон, глава Сочи поручил подготовить обращение в управление федеральных дорог. Еще один вопрос – безопасность. Анатолий Пахомов заявил, садовые товарищества ждет проверка. Кто и на каких основаниях там живет. По примеру, гаражей на улице Альпийская, где были выявлены 12 нигде не зарегистрированных граждан. Мы 4 группы создали, там по 10 человек. Но это будет тотальная проверка вот этих всех гаражных кооперативов. Следующая – тотальная проверка дач. И повторяю еще раз, если вы сами не понимаете, о чем я говорю, еще раз говорю, я беспокоюсь о нашей с вами безопасности. Это беспокоит больше всех нас. Среди уже решенных вопросов галится на водоснабжение. В этом году по просьбам жителей был куплен и установлен насос. Теперь перебоев с водой в селе нет. Сегодня в Сочи первый день заседания рабочей группы СМИ форума «Петербургский диалог». Его провели совместно с Общественным советом города Сочи. В заседании приняли участие ведущие СМИ Германии и России. В числе делегатов от нашей страны – представители Общественного телевидения России, Российской газеты, Фонда Всемирной ассоциации русской прессы, а также газеты «Петербургский диалог». Это официальная газета одноименного форума, совместное издательство России и Германии. В сегодняшнем заседании приняли участие и члены Общественного совета города Сочи. В их числе местные и краевые депутаты, общественные деятели. В ходе дискуссии за круглым столом участники попытались ответить на вопрос «Европа – общий дом. Почему уходит эта тема из СМИ и жизни?» Мы обсуждаем, может быть, далекую тему от нашего замечательного города, но она такая, которая любого касается. Почему все меньше и меньше становится обмен между присветителями общественности и просто людьми, обществами Германии, Российской Федерации. Этот поток туристов, кстати, иссякает в Сочи совсем единицы из Германии. А раньше ведь очень много было. Задача журналистов обеих сторон отметили участники заседания рабочей группы СМИ форума «Петербургский диалог» – внести вклад в дело сближения двух народов. Поэтому в ходе визита на курорт планируется ближе познакомить гостей с культурой и традициями города Сочи и Краснодарского края. Так, в субботу запланирована поездка на агротуристический комплекс ферма «Экзарха» и другие экскурсии по достопримечательностям курорта. Ну а сам форум «Петербургский диалог» уже 16-й по счету пройдет в конце ноября в Берлине. День 7 ноября, конечно, уже не красный день календаря, но накануне 100-летнего юбилея революции в Зимнем театре провели торжественное мероприятие, посвященное этой дате. В основном пригласили людей старшего поколения, которые родились через 10, 20 или 30 лет после Великого Октября. О чем говорили и что вспоминали, расскажет Елена Овсецина. Как и 100 лет назад, в Зимнем многолюдно, но тогда это был исторический штурм Зимнего ключевой событий в истории Октябрьской революции. А сегодня воспоминания о создании первого в мире пролетарского государства. Фойе театра, тематическая выставка, статей, журналов, книги, фотографии. А можно примерить и на себя роль участника тех событий. Сделать с красноармейцами фото хотел каждый, не удержался и глава города. Мы представляем Сочинский колледж искусств, отделение хореографии. И мы символизируем, мы представляем символ революции на этом мероприятии. Для студентов это, конечно же, просто история. В основном из учебника, для других приглашенных, для тех, кто в зале, это даже часть семейной истории. Для страны эпохи это был большой подъем. Это был большой подъем. Мои родители, труженики, сельскохозяйственники. Очень довольны, что я жила в то время. Я родилась в конце 1928 года. Я очень довольна, что я образование получила. Мы прошли трудные годы Великой Отечественной войны, где я тоже участвовала. Мои родители прошли самые такие суровые годы, годы коллективизации. Они сами от земли всю жизнь работали, трудились. Но когда вот настало то время, их выслали. И там, когда на Урале мой дедушка и мой отец работали, они все равно продолжали работать. Именно в труде находили свое призвание. И правильно они воспитывали нас. Сегодня со сцены зимнего звучали песни тех далеких лет, вспоминали исторические веки в развитии страны. Октябрьская революция в России свершилась при полной поддержке народных масс. Но до сих пор историки спорят, что это было падение Великой России как империи или величайший выход нашей страны из вековой отсталости с подъемом роста экономики и науки. Но одно мы знаем наверняка. Октябрь 1917 года стал отправной точкой возникновению Советского Союза, великой мировой державы, впоследствии спасший мир от коричневой чумы. И первой наша страна полетела в космос. Забывать историю нельзя, говорит глава города, поскольку тут же найдутся люди, готовые переписать ее. Вспоминали сегодня о том, как развивался курортный Сочи, как непросто было в 30-е годы, когда Сочи был объявлен ударной стройкой, и когда были возведены здравницы. И годы войны, когда курорт стал городом-госпиталем. И 2007-й, когда летнюю столицу России провозгласили Олимпийской. Сегодня же снова при поддержке всей страны Сочи стал одним из самых красивых городов нашей страны. Россия в этом слове огонь и зима, В этом слове победы пламя, Понимаем красивыми знамя. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Большой этнографический диктант писали сегодня жители всей страны. Это масштабная культурно-просветительская акция, ставшая в этом году международной. Проверку знаний, истории и традиций 193 народов, населяющих Россию, провели и в Сочи. Курорт стал одной из 11 площадок, открывшихся в Краснодарском крае. В нашем городе оценить свой уровень этнографической грамотности собрались школьники, студенты. Ну и также за парты сели родители и педагоги. Всего 50 человек. Расскажет Инга Габешия. Аудитория в школьном классе необычная. Одно задание вместе выполняют и школьники, и даже пенсионеры. Александр Иванович Тестля диктант пишет за компанию с внуками. Этнографическая грамотность в их украинской семье – дело чести. Я, может быть, и знаю все нации, которые у нас есть в России, но особенно для молодежи – это и знать нации, кто тебя окружает, с кем ты живешь. Это все знание о человеке всегда способствует дружбе. Участники большого этнографического диктанта, который прошел под слоганом «Народов много, страна одна», единогласно признались, что вопросы не из легких, но знать на них ответы должен каждый россиянин. Я гражданин этой страны, у меня дети также граждане, здесь учатся, и я работаю, и мы все живем. Я думаю, это важно – знать свою страну. Проверка не только своих знаний, но и своего знания страны, и что действительно у меня осталось, скажем, из воспоминаний, то, что я вообще знаю о своей стране, о своем регионе, где я жил. Это очень важно – проверить свои знания на то, как мы знаем свою страну, быть своей страной, ее народ. Мне кажется, это просто очень интересно – прийти, проверить свои знания, особенно для нас, когда мы живем в таком многонациональном крае. За 45 минут участники должны были решить 30 тестовых заданий. Среди прочих – определить последовательность добровольного вхождения территории в российское государство, назвать народ, который французская армия в годы Отечественной войны называла «северными амурами» за их виртуозную стрельбу из лука. Необходимо знать россиянам, считают составители этнографического диктанта, и какой народ в переписи 2010 года в Адыгее был отмечен численностью всего шесть человек, его еще называют забытыми армянами Кубани. Кстати, возможно, именно они стали основателями города Армавир – среди вариантов татары, черкесогаи, марийцы и армяне. Одним словом, чтобы ответить на большинство вопросов, участникам необходимо знать историю своего государства и определенные страницы из жизни удмуртов, лесгинов, айнов, осетин, якутов, карелов, аварцев. Именно такие задания считают организаторы, а это Федеральное агентство по делам национальностей привлечет внимание к этнографии как науке. В Сочи же отметили, такая акция мотивирует людей на изучение истории этноса людей, которые живут по соседству. Не случайно диктант проводится в преддверии Дня народного единства. Для нас важно, что количество заявившихся на написание этого диктанта в этом году в два раза больше, чем в прошлом году. Поэтому этот проект набирает обороты, нас это радует. Это люди, которые с эмпатией относятся и пропагандируют толерантное отношение к друг другу. Город Сочи всегда славился тем, что все народы, представители всех народов, проживающих в городе Сочи, всегда проживают на условиях добрососедства, миролюбия, дружелюбия. И это важно для российской культуры и истории. Итоговые оценки, правильные ответы и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте акции «Большой этнографический диктант» 12 декабря. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». К реконструкции санатория имени Арджиникидзе в Сочи предложили привлечь иностранных инвесторов. Ориентировочная сметная стоимость работ составляет более 22 миллиардов рублей в ценах 2017 года. Российский фонд прямых инвестиций планирует реализовать проект, создав совместно с Суверенным фондом Объединенных Арабских Эмиратов компанию в российской юрисдикции. Доля фонда в ней не будет превышать 50%. Компания хочет приобрести имущественный комплекс санатория за исключением земельных участков. По ним будут заключены долгосрочные договоры аренды. Для реализации проекта необходимо в рамках законодательства снять аресты, ограничения и обременения, препятствующие инвестициям. По данным источника близкого к ситуации, сообщает Интерфакс, президент России одобрил предложение. Первый вице-премьер Игорь Шувалов уже поручил ведомствам совместно с фондом согласовать предложения и представить их до 9 ноября. 10 ноября в России будет отмечаться День сотрудника органов внутренних дел. Накануне профессионального праздника Главное управление МВД России по Краснодарскому краю проводит социальный проект «Поступок». Его участники – сотрудники полиции, которые проявили мужество и героизм при исполнении служебных обязанностей. Среди них есть и сочинский полицейский. Майор полиции Владимир Новиков в свой выходной день, рискуя жизнью, спас из пожара многодетную семью в селе Верховское Хостинского района. В доме погорельцев Владимир Новиков – частый гость. Дядя Володя, а так его называют дети, а родители и вовсе считают ангелом-хранителем. Старший участковый уполномоченный Владимир Новиков говорит чуть слышно, шепотом. В доме погорельцев спит самый маленький член семьи. Акиму еще не исполнился год. Именно его первым вынес из огня майор Новиков в тот роковой день. Все случилось 3 января. Вместе с приятелями он бросился к горящему дому. За несколько минут мужчины вынесли из пламени троих малолетних детей и вывели их мать. Внутри остался отец семерых детей. Владимир Новиков накинул на плечи шерстяное одеяло и вернулся в дом. На втором этаже он обнаружил находящегося в бессознательном состоянии хозяина дома и на себе вынес мужчину на улицу. Простым людям бежит в огонь и в воду. Это хорошие люди только так поступают. Хотелось бы от себя лично, от имени нашего села поблагодарить Владимиру Новикову и поблагодарить МВД, что есть еще такие сотрудники. О своем поступке майор полиции никому не рассказывал. О подвиге его коллеги узнали от очевидцев произошедшего. За подвиг Владимир Новиков был награжден мэром города Сочи Анатолием Пахомовым медалью признания и почет сочинцев. Приказом министра внутренних дел России Новиков был удостоен ведомственной награды во имя спасения. Международный творческий форум и фестиваль-конкурс «Планета искусств. Культура народов мира» прошел в Сочи. Форум проходит с 27 октября по 7 ноября в пяти городах России. В Санкт-Петербурге, Москве, Евпатории и Калининграде. Наш курорт завершил фестивальную эстафету. Все подробности у Татьяны Говорковой. Организатором мероприятия выступает фестивальный комитет «Жизнь городов». На протяжении 25 лет эта организация проводит фестивали всех уровней. «Планета искусств» была запущена 6 лет назад. Стартовал конкурс в Москве, затем прошел в Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде и Евпатории. И в таком же эстафетном формате фестиваль продолжает свой путь. Сочи стал итоговой площадкой в этом году. Приветствует наш фестиваль некоторые звезды эстрады. В первую очередь в этом году наш осенний фестиваль приветствует Анита Цой, наша известная певица, а также ряд других известных деятелей. «Планета искусств» продолжает шагать по городам и странам. У нас параллельно проходят фестивали в Пекине, в Китае и в Арабских Эмиратах. Сегодня на сцене свое творчество показывали хореографические и вокальные коллективы из Республики Беларусь, Красноярского и Камчатского краев, Сургута, Самары и, конечно же, Краснодарского края. Коллектив «Веснянка» из Краснодара стал участником конкурса впервые и подготовил большую программу серии эстрадных и народных номеров. Привезли, конечно, наш кубанский номер, сольный. У нас русский хоровод присутствует, шотландский танец, Молдавия, также татарский. При постановке любого номера я им рассказываю, почему так танцует народ. Конкурсная программа фестиваля состоит из трех блоков, каждый из которых – своеобразное путешествие по культуре и традициям разных народов. Специальный блок фестиваля посвящен году экологии. Оценивали мастерство конкурсантов, видные деятели культуры. Это великолепная площадка для того, чтобы дети разных национальностей встречались, общались, знакомились, обменивались опытом, развивались. И, наконец, чтобы они завязывали дружбу между собой. Это очень важно. Совершенствоваться творческие участники и гости фестиваля смогли также на специальных мастер-классах, а любители художественного мастерства и прикладного искусства представили свои работы на выставке. Победители конкурса получили сертификаты и дипломы международного образца. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи на день изменится схема движения общественного транспорта. 5 ноября на курорте состоятся открытые краевые соревнования по лёгкоатлетике. Сочинский марафон, в которых примут участие более 4 тысяч человек из различных регионов страны. Сочи считается одним из последних городов, где закрывается летний легкоатлетический сезон. Ведь на курорте до сих пор относительно тепло и солнечно. Участники марафона уже прибывают на курорт. Дмитрий Измаденов из Нижнего Тагила примет участие в забеге во второй раз. Для него марафон – приятное хобби. Вообще это здоровый образ жизни. Ну и, как говорится, закаливает характер. С одной стороны, мы ездим практически со многими в разных. И в Санкт-Петербурге выступаем, в Перми, Екатеринбурге, Казани, Перми. Ну, очень много марафонов проводится у нас в Российской Федерации. Так что желающие, кто бегает, они рады даже этому, что здесь это все проводится. Столица зимних Олимпийских игр постепенно становится и местом притяжения спортсменов летних дисциплин. В Сочи за год проходит серия легкоатлетических забегов. Это нравится гостям города, а жители поддерживают спорт. Я за то, чтобы люди занимались спортом, отменным отдыхом и радовались жизнью. Все, что хорошее, доброе, прекрасно относимся. Когда мир, дружба у людей и добрые занятия для здоровья. За спортом вся наша будущая жизнь, поэтому это правильное решение. Нужно бежать, нужно собираться. Сочи – это олимпийская столица, поэтому мы за спорт, мы еще в туризме работаем. Мы многие спортивные мероприятия сами организовываем, поэтому наше отношение к спорту позитивное. Отношение к перекрытию улиц – это также позитивно, потому что жители делятся и на тех, которые пешеходные жители, и на машинах. Поэтому уважать нужно мнение тех и других. Перекрой дороги 5 ноября с 7 утра до 16 дня движение транспорта остановят по центральным улицам Несебрская, Орджоникидзе, Черноморская, Курортный проспект от пересечения с улиц Черноморской до Ривьеры, Горького от ЖД вокзала до гостиницы «Москва». Задействованы будут также Воровского от пересечения с Курортным проспектом до пересечения с улиц Парковая до Конституции. При этом проезд организуют по выделенным полосам от улицы Черноморской до Яна Фабрициуса, от проспекта Пушкина до Учительская, от Первомайской до улицы Горького. 5 ноября на территории города Сочи будет проходить всекубанский марафон, в связи с чем в центральной части города будет ограничено движение. Хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, к водителям, к пешеходам, к жителям и гостям нашего города об минимизации использования личного транспорта и отдачи приоритета использования общественного транспорта. Кроме того, целый ряд автобусов до 16 часов изменит схему движения. Подробный список маршрутов можно найти на нашем сайте fkt.com или на сайте администрации города. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В дни школьных каникул на центральном стадионе «Шумно» здесь проходит открытое первенство города по легкой атлетике. Соревнования проводятся в память тренера Руслана Левицкого. Кроме сочинских спортсменов участвуют в соревнованиях по легкой атлетике юные жители Ленинградской и Московской областей, Ростова, Краснодарского края и Абхазии. Подобные спортивные мероприятия проводятся ежегодно. Конечно, не совсем везет с погодой, но настрой у ребят боевой, как и желание достойно выступить за свою спортивную школу. В Сочи представляют легкоатлеты из первой спортшколы Олимпийского резерва и детской спортивной школы номер один. Эти соревнования проводятся уже в 23-й раз. И они посвящены памяти нашего тренера Руслана Николаевича Левицкого, который был разведчиком во время войны и был награжден орденом «Слава двух степеней». И он стоял у истоков организации нашей школы. Это было еще в далеком 1947 году. И он подготовил очень много стильных, хороших спортсменов. И вот в память о нем с 1994 года, как он скончался, мы проводим эти соревнования. Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.